Праздником Святого Духа всех вас. Честит праздник на Святие Дух. Все знают, что сегодня праздник Святого Духа. Честятый праздник. Или он по-другому называет праздник Троицы. Праздник на Троице-то. Или в Израиле праздновался праздник Шагуот. В Израиле Шагуот. В переводе с еврейского языка недели. То есть это после праздника Песах, Пасха, должно пройти 7 недель, или 49 дней точно, и на 50-й день празднуется праздник Шавуот, в знак того, что на 50-й день после исхода из Египта, Бог на горе Синай дал свой закон. Ну давайте мы вместе прочитаем про этот праздник, уже в Новом Завете, давайте откроем книгу Деяний, конечно же, вторая глава, с первого стиха, от первого стиха. Перевод можно читать на проекторе. Что мы можем читать на проекторе? При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, то есть был праздник Пятидесятницы 2000 лет назад, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого рода под небом. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал, и говорящий его наречия. И все изумлялись, и дивились, говоря между собой, и говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый, собственно, наречий, в котором родились? Представляете, сколько языков там звучало? При этом апостолы были простыми рыбаками. Они не знали этих языков. И все вот эти апостолы, они говорили на вот этих очень иногда сложных языках. Африканском наречии. Говорились на африканском наречии. Египетском наречии. Египетском. И так далее. И такая нотатка. Критяне и иравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумляли все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, седа будет вам известна, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаирим. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится в восьмую, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Скажи аминь. Скажи ты аминь. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея. Мужа, засвидетельствованного вам от Бога с силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знают всего. По определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли, и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув у за смертью, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем. Видел я пред Собою Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поголебался, оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моего упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью при лицом твоим мужи и братьям. Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная Бог, что Бог, склятвую, обещал ему от плода, через его воздвигнуть Христа по плоти, и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлено душа его ваде, и плоть его не видела от тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чего все мы свидетели. И так он, быв вознесен к десницею Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесной меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот что произошло 2000 лет тому назад. И еще немного. Ибо вам принадлежит обезнование детям вашим и всем дальним, то есть нам, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего разращенного. И так охотные, принявшие слово, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякую душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и ели все общее, и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяя всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, единодушно пребывали в храме, и преломляя подавам хлеб, принимали пищу, веселье и красоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. И вы знаете, я прочитал то место, в котором показан настоящий праздник излияния Святого Духа. Тема моей проповеди сегодня этот вопрос прозвучал когда-то на библейской школе, на една библейска школа, которую проводила Александра Коновалова, которая в последующем, по нашему опросу, стала лучшим преподавателем на библейской школе. что-то Бог нам хочет сказать. Сегодня мы узнали, что по секрету скажу, по секрету всему свету, что Саша Коновалова забеременела, беременная. И мы, я верю в то, что вместе благословляем плод чрева, что Бог хранил этот плод, чтобы она легко родила, и чтобы в этой семье был еще один человек. И чтобы этот человек рос в Духе Святом. Прекрасная радостная новость сегодня. И вот после библейской школы, которую проводила Александра, был задан именно этот вопрос. А звучал он так. А зачем нам вообще Дух Святой? Зачем нам вообще Дух Святой? Это очень, кстати, резонный вопрос. Рациональный, да. Да, рациональный вопрос. Я хочу сегодня на него ответить, потому что я считаю, что это очень важно. И чтобы мы немножко поразмышляли. А зачем нам вообще Святой Дух? Знаете, это примерно из той же оперы, о том, что когда спрашивают, а в чем смысл этой жизни? Это примерно все равно, что спросить. А в чем смысл Бога? Потому что Бог Бог является родоначальником всякой жизни. За что-то Бог заявлял родоначальника на всякий живот. Он дает всякую жизнь. То и да, во всякий живот. У нас в городе Варна произошла такая большая дискуссия. Во в городе Варна случилась одна голямая дискуссия между креационистами и эволюционистами. И, ну, я считаю, что мы там победили. Потому что в конечном итоге были более доказательны. За что-то имахме получше доказательства. В том, что привели... Один ученый приехал из другого города. И один ученый, друг грат. Он читал, в принципе, свою диссертацию. И он так очень убедительно доказал о том, что на сегодняшний день на Земле нет ни одного доказательства. Ни одного доказательства, например, теория эволюции. Нету ни одной формы перехода от обезьян к человеку. Ни одной. И самое главное. Нет ни одного доказательства перехода от неорганического мира. к органическому. Один ученый якобы доказал, и были приведены факты, но потом его научное доказательство было опровергнуто. После него это научное доказательство было опровергнуто, недоказанно. Недоказанно. Потому что во время этого эксперимента, где якобы из неорганического химического вещества возникла органика, когато от неорганического вещества е возникнуло органическое вещество, один сосуд треснул, и туда проникли бактерии. И он как бы доказал, что вот из неорганики может произойти органика. и это было единственное доказательство, что переход возможен. И в конечном итоге мы пришли к тому, что жизнь не могла появиться на земле из ниоткуда вообще. Кто-то ее дал. И я хочу сегодня открыть еще одно место, которое написано в первом послании к Коринфянам. И здесь написано так. Первое послание Коринфяна, вторая глава с первого стиха. Апостол Павел пишет. И когда я приходил к вам, можете читать на проекторе, на болгарском. Братья, приходил восвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил быть у вас незначим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и страхе и великом трепете, и слово мое и проповедь мани не в убедительных словах человеческой мудрости. Вот почему апостол Павел так об этом пишет, я сейчас объясню. Апостол Павел пишет за туда. Но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы и познали, то не распяли бы Господа слава. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме кого, кроме духа Божия, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Вот можете представить, как апостол Павел пишет? Вот я, например, по образованию психотерапевт, психоаналитик, профессор по церебральным заболеваниям, центральной нервной системой, мозговед. И вот я не могу сказать, что в человеке. Нельзя сказать, что, например, я знаю абсолютно всех людей, что есть сердцеведец. Как когда-то, например, говорили про Льва Толстого? Я хочу сегодня утверждать, что и Лев Толстой не был сердцеведцем. Конечно. Потому что Библия так говорит о том, что никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. А вы знаете, что в Боге? Но если мы в человеке не можем разобраться, то уж тем более мы в Боге не можем разобраться. А вы не знаем, как вы имеете в человеке, не надо знать, как вы имеете в Бог. И вот я хочу привести опять же вот этот простой пример. Про Билли Грэма, который когда-то еще маленьким уверовал, когда отец ему рассказал эту историю. Очень хорошее сравнение. Когда он обратился к отцу и сказал, вот интересно, муравьи нас видят. Той попитал баща си и питал, дали муравьите не виждат. Примерно такая же пропасть стоит между нами и муравьями. И има такава пропасть между нас и муравьите. Между нами и Богом. Между нас и Бога. Мы до конца не можем понять, что Бог хочет. До края не можем да разберем, как вы иска Бог. Муравьи не могут понять, что мы хотим. Муравьите не могут да разберут, как вы искам и ние. Знаете, я так коротко скажу, что я когда-то наблюдал жизнь муравьев. Одно время мы часто ездили с семьей в Щучинск, это северный Казахстан. Жили в лесу. И я как-то лежал на камне и наблюдал за муравьями. Ну так коротко скажу, что муравьи бывают разные. Есть муравьи, которые чистые строители. Они вот весь день ползают и ищут какие-то щепочки. Маленькие песчинки. И вот он схватил вот эту веточку маленькую, листочек и тащит ее. Целый день тащит. И вот так подумать, всю свою жизнь этот муравей тратит на то, чтобы что-то таскать. Есть муравьи-солдаты. Они чуть побольше. И они вот охраняют свой муравейник. И всю свою жизнь они тратят на то, чтобы искать и убивать. И целое си живот используют за това да намират и да убивают. Защищать. Да защитават. Или нападать. Или да нападат. Завоевывать. Да завоевывать. Есть третя категория, когорта муравьев. Има трета категория на муравьев. Которые постоянно открываются личинки от нее. И отвечает за продолжение рода муравьиного. И та земравка продолжает за продолжение на рода. И так вот подумаешь, ну какая жизнь такая примитивная? И может да си помыслит и някакой прост живот. Вот он нашел там какой-то там от семечки вот шелуху этот муравей и тащит ее пол своей жизни он тащит эту вот шелуху. намерил от семката и я носил в каште в муравьиняк. Я хочу сказать, что человеческая жизнь она без Бога она имеет примерно то же самое все. Мисля, че чувешки живут без Бога и взгляжда послышьте начин. Кто-то всю жизнь вот так работает, работает, работает ради работы. Някую такая цель если живут в работе заради работы. Жизни не видит вообще. Не вижда живота. Вот ему главное, чтобы работать и наиважно за него да работе. Работа это тяжелая. Работа да и тежка. Вот как написано как это как своего рода проклятие для Адама. Това като проклятие за Адама. Кто помнит как оно звучит? Кой помнит как звучит то? В поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой. В поте, что работаешь за да спечалишь хлеба за себе си. Ну и вот настоящее проклятие. Това истинское проклятие. Человек не живет, а работает. Человека не живее, а работе. И в чем смысл тогда вообще? Где вообще вот этот переход? Как нам докричаться до муравьев? Ну вот Билигрим говорит свою мысль основную. Точнее его папа подсказывает. Для того, чтобы муравьи нас поняли, кому-то из нас с тобой надо стать муравьем, поти к ним и сказать им на муравьином их языке. Только тогда они поймут. Вот когда-то Бог послал своего Сына Иисус Христа, который по виду только был как человек. Для того, чтобы он донес на нас весь спасение. И чтобы мы через него спаслись. И вот здесь написано о том, что чуть-чуть ниже. в первое послание Коринфянам, вторая глава. 14 стиха. Душевый человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо нас судить духовно. Но духовно судят о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал им ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И вы знаете, что нам дает сила Святого Духа? Благодаря Святому Духу так написано. Очень важно знать, что написано. Что говорит Слово Божие? Что говорит Дух Святой? Во-первых, о том, что весь спасение это не есть премудрость человеческая. А в первую очередь это есть сила Божия. Твоя Божия это сила ко спасению. И во-вторых, оно дает нам ум Христов. Для того, чтобы познавать глубины Божьи. Вы знаете, я могу так сказать. Вы понимаете, о чем я сегодня говорю? Разберите ли, как вы говорите? Я хочу, что я вот у супруги спросил. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? попитах, дали разбирая, как Бог говорит. Она молчит. Я говорю, я понимаю, что это тебе Дух Святой должен лично открыть. Я с разбиром, че Святой Дух требует лично дотекать. Я сегодня молюсь, чтобы Бог лично открывал каждому из нас. И я сегодня молю, лично, Бог да утваря на вас твое. Потому что то, о чем я сегодня говорю, оно превосходит разумение человеческое. То превосходит человеческий разум. Мы все равно, например, я вот, например, я тоже уже почти 30 лет священник. Я хочу сказать, я до конца не понимаю. И я не смогу понять никогда. Это я точно знаю. Потому что это написано превосходящее разумение любовь Христова. Как муравей до конца не сможет понять, как я размышляю. Так я никогда не смогу понять, как размышляет Бог. Я только молюсь Богу о том, когда-то я помолился Богу так. Бог. Духом Святым. Дай мне, пожалуйста, познать тебя таким, какой ты есть. И вы знаете, в мою жизнь начала приходить потихонечку просто сила Божья. В моей жизни появилось очень много мощных свидетельств. Например, о том, что мы с одной кастрюли, жена-свидетель, накормили когда-то почти 100 человек. Возможно ли это? Далее 2, возможно. По-человечески это невозможно. Но в Духе Святом все возможно. В нашей жизни происходили такие чудеса, которые по-медицински, по-мрачам, я врач, но я это объяснить не могу. И, например, в Бургасе опять пришла ко мне женщина, у которой вот так вот позвонки все размещены. при кое-каку преслените собили разместения. И очередной раз я просто прикасался к ее позвонкам и позвонки так на место просто так, 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 так. И преслените сопоставиха на свои места сами. И когда она встала, она говорит, у меня все позвонки на место стали. Я ей объясняю. Вы же понимаете, что это не я вам поставил на место. Потому что я всего лишь пальчиками прикасался. Невозможно пальцами поставить позвонок на место. Но для Бога нет ничего невозможного. Для Бога это возможно. Как? 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 Спрашивает. А вот как я объяснить никогда не смогу. Я не знаю, как Бог это делает. Я просто знаю, что Он всемогущий. Вот и все. Просто принимайте по вере. Вы знаете, когда вы что-то не понимаете, когда я что-то не понимаю, например, еще один хороший пример о том, что это пожар. Я горю. еще немного и я погибну в многоэтажном здании. Сгорю. Я не знаю схему этого здания, но через окно влезает опытный пожарный. Он бежит ко мне. Он говорит, оттуда уже выйти невозможно, там все горит. Я знаю схему этого здания, побежишь за мной. И мне вот этому пожарному надо просто поверить. Я не знаю, куда он меня поведет. Понимаете? Я знаю, что только он может меня спасти. И только он может меня вывести из этого горячего здания. Понимаю ли, что он делает сейчас? Знаю ли, куда мы сейчас побежим? Я не знаю. Что мне надо сделать? Мне нужно быть послушным ему. И просто я начинаю исполнять все инструкции. ему говорю, все, ты знаешь, профессионал, я буду бежать за тобой. Он говорит, вот здесь надо проползти, вот низко через вот эту щель. Здесь надо пролезть, а здесь вот в это окно, надо спрыгнуть четвертого этажа. Там дым, ты ничего не видишь, но там внизу стоят шесть человек, и они держат спасательный батут, и ты не разобьешься. Я смотрю, там дым, я ничего не вижу, мне надо прыгнуть по вере. понимаете, о чем я говорю? Я не понимаю, что происходит, но мне говорят, прыгай, я прыгаю туда, если я хочу выжить, если я хочу спастись, это хороший пример, это абсолютно хороший пример, потому что мы не понимаем, иногда или чаще всего, мы вообще не понимаем, что делает Христос, почему надо идти туда, или почему надо делать это, почему надо идти на пустынную дорогу, пристать колеснице, и разговаривать вот с этим, и да разговариваешь с темно-кожим человеком, который является послом, царедворцем, от царя. Еще одно место, это уже Ветхий Завет, давайте откроем вместе Экклесиаст, Экклесиаст, Мудрейший Человек на земле, Наймудрей Человек на земле, Экклесиаст 12 глава, Экклесиаст 12 глава, с 5 стиха, от 5 стих, И высоты будут им страшны, Экклесиаст 12 глава, с 5 стиха, Экклесиаст 12 глава, от 5 стих, И дороги ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готов окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прав в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклесиаст, все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудрым, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал, и составил много притчи, старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истинно написаны им верно, слова мудрых как иглы, как битые гвозди, и составители их от единого пастора, а что сверх этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утопительно для тела. Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог придет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вы знаете, Ветхий завет говорит, я скажу так, и Старый, и Новый завет говорят одно, выслушай сущность всего, благоговей перед Богом, люби Бога всем сердцем, всей душой, и соблюдай заповеди его, делай то, что он тебе говорит. И вы знаете, что еще Писание говорит четко? Да и все водимые Духом Святым, кто они? Суть Сыны Божии. Вы знаете, очень важно на этой земле, почему Бог так драгоценно относится к послушанию. И много важно на земле, Бог много внимательно потому что если ты даже Бога не понимаешь, ты хочешь спастись, просто будь послушан на Него. В этом путь спасения. Бог знает, как тебя вывести. Вы знаете, вот сегодня сестра Девора говорила о том, что брат погиб. Мы знаем, что верующие периодически тоже погибают. мы знаем, что практически все без одного апостола погибли. И мы также можем спросить, почему Бог допустил, что апостолы почти все погибли самыми страшными, какими можно только представить смертями. через наис страшные начни загинули. Вы знаете, конец апостолов это же заканчивается не на том, что их убили. История на этом не заканчивается. В книге Откровения вы можете прочитать, что все эти апостолы сидели на престолах. Аминь. И даже там написано о том, что все те верующие, которым даже на этой земле отрубили головы, они были замучены за имя Христова. Они находятся под печатью. Или как написано. Дорога в очах Господних смерть праведника. Смерть праведника. Еще одно место последнее. Оно написано послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, 8 глава, с 12 стиха. 12 стих. И здесь так написано. Апостол Павел опять же пишет. Апостол Павел пишет. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умиршляете, дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые духом Божьим суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божьей, санаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суети недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет отравство тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, мы в себе стинаем, ожидая усыновления и ускупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему и еще немного. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы представляете? Сам дух. Когда я молюсь с духом, на самом деле, вот когда у меня совсем бывает все плохо, в какой-то отчаянной ситуации, я понимаю, что сам я выйти не могу. Я начинаю молиться духом, и я точно знаю, что в этот момент дух святой во мне самом ходатайствует за меня самого. Это очень интересно. И через какое-то время приходит сила какими-то воздыханиями неизреченными и дает мне силу, чтобы преодолеть это испытание, это искушение, это препятствие да и самого дьявола. Потому что написано смиритеся под крепкую руку Божию, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Сам дьявол от нас бежит, когда мы смирились под крепкую руку Божию и противостоим ему Духом Святым. Испытующее же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его по изволению все содействует ко благу. Аллилуйя. Вы знаете, я тоже иногда слушаю проповеди и хорошие мысли я записываю. И как-то я слышал одного проповедника, не буду говорить его имя, важно, что он сказал. И сказал он очень хорошую мысль. Я с ней согласен. И с нея съм согласен. Согласил си. Согласих си. Вот его слова. Ето са неговите думи. Большинство, так сказать, верующих в кавычках, верили на самом деле в Бога с маленькой буквы. Те са вервали в Бог с малка буква. Созданного ими по своему образу и по своему подобию. Были разочарованы в этом. Те са были разочарования в това. И по этой причине ушли в атеизм. И по тази причина се стали атеистами. Еще раз повторю, мысль очень важна. Большинство, так сказать, религиозных верующих людей много верующих религиозных верующих в кавички. Верили на самом деле в Бога, с маленькой буквы, с малкой буквы. Создано ими по своему образу и по своему подобию. Были разочарованы в этом. Те са были разочарованы в това. по этой причине ушли в атеизм. Еще раз повторю свою мысль. Я ни разу не встречал атеиста, который бы убедительно мне сказал, что Бога нет. Или тем более доказал. Приходил один раз доктор философии. Он сказал мне такие слова. Я могу привести сто доказательств, что Бога нет. И тут же могу привести сто одно доказательство, что Бог все-таки есть. Вот так вот. И есть еще одно утверждение о том, что на сегодняшний день по большому счету никто не может доказать по-настоящему что Бога нет. и никто не может доказать, что Бог есть. Иначе нам вера была бы не нужна. Если бы Бог был бы доказан, понимаете, о чем я говорю? би бил доказан, не бихме имали нужда в вере. Поэтому мы в него просто верим. И за това ние просто верваме в него. И знаете, на самом деле наша вера есть осуществление ожидаемого уверенность в невидимом. И нашата вера е осуществяване в очакване и уверенность в това, което не виждаме. Бог создан из другой, не создан, конечно, ошибочное слово. Бог состоит из другой материи. Из более тонкой, чем мы. От потънка, отколкото ние. Написано, что Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истина. И самое главное, что Бог есть любов. И нам всегда надо помнить. Когда мы познаваме любовта на Иисус Христос, что есть широта, что есть высота, что есть долгота и глубина и глубочина Божия. И вот это нам самое важное знать. Еще раз спрошу, а зачем нам вообще Дух Святой? Я думаю, что ответ очевиден. Ответ такой, что только благодаря Духу Святому мы сегодня познаем разум, не разбираем разум получили доступ во Святая Святых, можем общаться с Богом, можем вводиться Духом Святым, можем познавать глубину его невероятной Божьей любви к нам. И сегодня у меня к вам такая одна молитва, предложение, вызов, хотел бросить вам вызов, просто начните вот так молиться, и лучшее время, чтобы начать это прямо здесь и сейчас, давайте мы коротко в конце помолимся, как я когда-то помолился, продолжаем так молиться, повторяйте тези думи след мен. Боже, дай мне силы Святого Духа, познава Тебя, таким какой ты есть. Сегодня многие люди создали иллюзию Бога, который был создан по образу их и подобие их человеческому. и они пережили это религиозное разочарование и ушли в атеизм, который есть всего лишь одна из форм ненависти к Богу, Бога ненавистничество, да нам живую веру, в которую мы каждый день познавали, какой ты, мы понимаем, что мы до конца не можем тебя познать, но знаем, мы имеем силу Святого Духа, и мы можем во что бы то ни стало, следовать за Тобой, и только за Тобой, да будем послушны заповедям Твоим, послушны Слову Твоему, послушны Святому Духу, через жертву Иисуса Христа, через ту плату, которая была заплачена, через то, что мы были искуплены, ни серебром, ни золотом, но драгоценной кровью Единородного Сына Божия, Иисуса Христа, и стали Сынами Божьими, через водительство и послушание Святому Духу, живущему в нас. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа, и скажите, если согласны, Аминь. Будьте благословенны. Еще раз праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ